Приветствую вас! Поскольку вопросов вы не задавали никакого, то, соответственно, будем, наверное, разбирать ваш текст, будем анализировать то, что вы написали, и стараться уже исходить из этого для того, чтобы помочь вам не попадать в возможности больше в подобное. Да? Хорошо. Итак, вы пишите, начинайте, точнее, начинайте свое сообщение того, да, что говорите, значит, что никогда не вступали в отношения, да, с женатыми мужчинами, вот, никогда не были с ними в отношениях, никогда не занимались с этим, вот. Из этого я делаю вывод такой, что у вас есть пунктик на тему женатых мужчин. То есть что-то вам не позволяет вступать с ними в отношениях. То есть нет, безусловно, понятно, что вступать в отношения с ними как бы не надо. Но всегда есть вероятность того, что мужчина, ну, например, встретив вас, допустим, что-то для себя поймет такого, ну, нового, что-то для себя увидит, почувствует, да, и так далее. То есть всегда есть какая-то вероятность того, что человек, ну, как-то может быть изменится и так далее. Вот. Всегда есть вероятность. Вы же как будто этой вероятности, эту вероятность исключаете полностью. С одной стороны, я вас понимаю, конечно, но с другой стороны, хочу сказать, что вы себя можете лишить таким образом какого-то вот... какой-то части, какого-то элемента отношений, счастья, радости и так далее. То есть здесь вся тонкость именно в том заключается, что у вас есть пунктик. И на мой взгляд, на мой взгляд, это пунктик довольно важный. Это понятно, что мужчин допускать к себе не стоит, которые, ну, вот, женаты, это ясно. Но отказывать им всем, как вы говорите, сразу, вот, это тоже не есть хорошо. Это тоже не есть правила. Дальше идем. Год назад расстались с человеком, с которым встречались больше двух лет. Он почти начал, почти враты, начал отношения с другой девочкой, переехали в другой город, где они живут до сих пор. А расстались вы из-за чего? Что заставило расстаться с молодым человеком? Тем более, если год, точнее, два года вы взаимодействовали с ним. Тут же причины, наверное, есть какие-то в том, что вы расстались. Как вы, например, отнеслись к тому, что расстались? Как он отнесся к тому, что вы расстались? Понимаете, ну, вот это такой, на мой взгляд, очень важный момент, если мы говорим именно о том, да, что с вами происходит. Если мы говорим именно о том, что вам нужно, чего вы хотите. Понимаете? Вот. Это важно. Очень важно. Дальше. В мае он у кого-то узнал номер моего телефона, стал звонить, просился обратно. Ну, я отказал, значит, звонил Ильдерска, писал в ВК. Вы знаете, я, конечно, не знаю, вот, но несколько странно выглядят ваши слова о том, да, что член звонил, просился обратно. Я хочу сказать, что если мужчина звонил вам и просился обратно, значит, наверное, он вам что-то предлагал. Он же, наверное, это мог как-то обеспечить. Поправьте, поправьте меня, если я ошибаюсь. Вот. Знаете, какая, какая, какая вещь. И важный этот момент, опять же, да, да, это очень важный момент для понимания ваших проблем. Вот. То есть, если мы хотим понять, почему вы оказались на эти вопросы, нужно вам ответить. Постараться, по крайней мере, ответить. Ого. А там уже дальше будет видно, что делать. Далее. Значит, так. Так. Все это, все это его девочка не знала. Угу. То есть, он вас обманывал. Вот из ее. А откуда вы сами узнали о том, что она не, ну, не знала? Вот. Откуда вы это знаете? Это вам что? Молодой человек сказал? Или как? Понимаете? Понимаете? Вот. И как вы отнеслись к тому, что он обманывал ее? Ну, получается, получается, что он обманывал ее, да, Светлана. Вот. Так получается. И как вы к этому относитесь? Ну, как считаете вот сами, это плохо ли, хорошо ли то, что он делает? Ведь вы же его, как бы, принимали, да, вы же, ну, вы же приняли его модель-то, приняли его отношение к вам. Понимаете? Тут тоже момент, короче говоря. Дальше. Неделю назад друг появился, честно скажу, я не устояла, так как чувства не прошли. Чего хотелось? Чего хотелось? Чего хотелось вам? То есть чувства, они были какими? Вот. Как бы чувства это желания, да? Вот. Ваши желания. Чего хотелось вам? Вы же, наверное, были. Какой? Какая вы были? Навер-навер-навер-навер-навер-навер-навер-навер-навер. Такое время вы были одна все это время. Вот. Ну, скорее всего, вы были одна. И вам хотелось мужского внимания. Возможно. Вам хотелось ласки мужской. Возможно. Это нормально. Правда. В этом нет ничего плохого. Красного. И так далее. Но нужно понимать, чего вы хотели. Нужно понимать, что вам двигало. Понимаете? Потому что, если вы этого не поймете, не увидите, не почувствуете, да, то будет хуже вам. Вами будут править желания, о существовании которых вы, может быть, даже не догадываетесь. Понимаете? Поэтому не нужно себя ругать. Наоборот. Наоборот. Постарайтесь. Ага. Павел, подумайте. Как следует. Да? Вот кто это был? Кто хотел, чтобы вы влиялись этим человеком? Чем вы руководствовались? Понимаете? Это важно. И вместо обвинений, вместо обвинений себя в чем-то, ну, в чем-то негативном там, да, и так далее, и так далее. Вы лучше попробуйте понять, чего вам хотелось. Именно. Далее вы пишете о том, что себя ругать. Ну вот, понимаете, какая штука. В начале. В начале. В начале. В начале. вещи, да, вы говорите, ну, вы запрещаете себе ну, например, проявлять, понимаете, занятым мужчинам, допустим, вот, а после этого вы себя ругаете нужно понять, чем это продиктовано, кто ругает в этот момент вас, да, вот, значит, дальше, 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 вместе провели четыре дня, он gesamoneежность, никогда раньше так себя не вел, я была уверена, что они помирятся, ему рассказали о её изменею, то есть вышел, вы были вместе, только потому, что молодому человеку вашему рассказали о измене его девушке. И он ей так типа мстит, да, вот. Согласитесь, это немного странно, то есть, ну, есть некие, есть некоторые страны в том, да, значит, что он пришел к вам, я имею ввиду мужчина, только после того, как только после того ругался с другой девочкой. Вот вы сами не считаете это странным? Как вы вот к этому отнеслись? К такому поведению? Насколько оно, такое поведение, ну, скажем так, вас, например, устраивает или устраивало? Да, дальше идем. Вы пишите, я была уверена, что они помирятся. Хорошо. Но зачем тогда вы с ним сближались? Для чего? Если были уверены, что они помирятся. Для чего вы это делали? Понимаете? Вот. На мой взгляд, это очень важная вещь. Если вы хотите, опять же, разобраться, ну, с проблемами, с трудностями и так далее. Вот. Это важная вещь. Очень важно. Дальше. Идем. Значит, вы пишите, что он уверен в обрядном договорились, что просто иногда будем общаться, если они помирятся. Опять же, зачем? Для чего вы так вот вступили в такой договор? Вам. Вам. Самой. Самой. Это зачем? Вам самой это нужно было? Понимаете? Это тоже. Тоже. Понимаете? Довольно важный момент. В данной ситуации, то есть, очевидно, что молодой человек быть с вашим другом, да, не готов, он не может. Для этого нужны ресурсы, которых у него, как это показалось мне, но этих ресурсов нет. И вы об этом знали, раз он ушел, уехал, вы расстались, и он сразу нашел себе другую девочку. Далее, значит, эта девушка, оказывается, приехала к нам в село и пришла к нему домой. Ну, то есть, такая довольно восходчивая девушка, да, получается. Откуда-то она узнала, где он живет, и, в общем-то, или даже узнала, где он живет, и вы, зная, что она знала, где он живет, живет, да, все равно вступает с ним в отношения, да, то есть подвергает себя какой-то такой опасности, вот, переживаниям, негативу, 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 подвергает себя негативу. В силу этого есть причина, да, ваш мотив, мотив, мотивация. Зачем мне это нужно? Далее, значит, видимо, откуда-то узнала, что он был у меня в сети низ. Интересный момент, да, она откуда-то узнала, что мужчина был у вас откуда-то. Ну, а вы вот сами как думаете, откуда-то она могла узнать? Попробуйте подумать, откуда она могла узнать, что вы встречались? Ну, наверное, наверное, скорее всего. От него же, да, правильно, ну, вряд ли от кого-то еще. От него же самого она и узнала, что вы были вместе. Уж неизвестно, зачем мужчина это рассказал. Дальше. То есть, видите, у вас вот какая-то такая... А я не устояла. Перед чувствами, да, потому что год была одна. Далее я не предвидела, что девушка узнает о нас. Слушай, пришло сообщение. Отстанет мне. От меня у меня есть... Я ответил, что к нему никто не приставал и что... Это он жил у меня четыре дня. Ну, вы, конечно, да, вы, конечно, ответили ей. Правда, не очень понятно, зачем отвечали. То есть, либо вы вообще не отвечали бы ей, либо... Как бы... Ну, не надо было оправдываться. Оправдываться здесь. Вот в вашей именно ситуации. А вы оправдывались. И это, конечно, довольно плохо. Я полагаю, что именно то, что вы обрадовались... Ну, я так думаю, что вот то, что вы пытались оправдаться, это и привело в итоге к тому, что вы себя сейчас, вот сейчас на данный момент, вы чувствуете очень обиженный, как бы опустошенный, как бы брошенный. Да? Ну, вот. Вам как будто мы плюнули в лицо. Почему так случилось? Так, сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. А чего в шоке? А чего мы были в шоке? Что наставило вас шокироваться? Ну, девочка... ...поседала... ...что вы... ...вы... ...ей навредили. Вот. Ну, посчитала она так. Вот. Как бы. А ей это, в общем-то... ...не понравилось. И все... ...как бы. И человек после этого... ...решил вам... ...написать. ...чтобы вы... ...больше... ...не беспокоили... ...е... ...вот. Логично. 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 Девушка-то она... ...э... ...как и многие другие женщины, думает... ...что... ...это вы виноваты... ...в том, что... ...ей мужчина... ...изменил. ...не она... ...не он... ...а вы. Понимаете? Понимаете? Вот так. Поэтому почему вы... Чем? Непонятно. Я ничего не просил, не сдала, мне ничего не надо, от него было, потому что есть обстоятельства, которые нам не подвластны, и мы все равно не смогли бы либо быть вместе. А что это за обстоятельства такие? Могли бы вы пояснить, что это за обстоятельства? Было бы довольно интересно, чтобы вы рассказали о них немножечко, об этих обстоятельствах. Чтобы подумали, что они из себя представляют, ненадуманные ли они эти обстоятельства. Дальше. В итоге я остался, одни как ничем не бывало вместе, значит, и незаметно, что переживали что-то. Обидно на ужас, я не могла и подумать, что он так поступит. А как поступит, если вы от него ничего не ждали? Как? Как он не должен был поступать, если вы от него ничего не не ждали? Опять-таки. Или, может быть, все-таки ждали чего-то? У вас вот есть здесь, да, такие противоречия, как бы. Противоречия какие? Какого плана? Что вы вроде бы ничего не ждете от него? Вы говорите, что «не, мне ничего не надо». Но в то же время вам обидно. А обида – это яркое проявление оживания. То есть обида – суть завышенные оживания. И нужно понять, что именно вы хотели. Чего именно вам нужно, чего именно вы желаете. Понимаете? Это куда более важный момент, чем то, что вы говорите. То есть у вас здесь есть противоречия и, на мой взгляд, довольно серьезные. Избавиться от них, от противоречий можно, но для этого необходимо, чтобы вы сами провели работу по выявлению их. В форме даже вместе со специалистом – психологом. Далее. Идем. Так, обидный на улицу. Значит, не могла подумать. Так, на следующий день еще в ЧС меня внес. Ну, мужчина, он на самом деле показал себе себя, показал себя и свое отношение к вам, на мой взгляд. Еще раньше, когда вы расстались с ним, и мужчина проявил себя. Таким образом. То есть он как бы показал, что вы ему не так дороги и не так важны. Вот. Понимаете? А вы, вы пытаетесь, вы пытаетесь что-то выявить, вы пытаетесь что-то восстановить, вы надеетесь. Продолжайте надеяться. И из-за этого вам обидно. Скорее всего, я так думаю, так. То есть надея продиктована желаниями – это безусловно. Это безусловно. Какие желания там еще нужно смотреть, разбираться? Ну, то есть вы сами себе противоречите, как бы расщепляетесь. Да, то есть вроде бы обижаться себе вы запрещаете, да? То есть, ну, я же не могу обижаться. Вот. Пишите вы. Ну, как бы даже не пишите, а думаете и говорите вы. Не могу обижаться. Вот. Я же сильно, сильно, наверное. Вот. Обижаться не могу. Но чувствовать обиду – легко. Вот. Так же, здесь надо признать, либо вы обижаетесь, либо нет. Он уехал, она пока осталась. Знаю, что точно она заходит в ВК, поскольку у нее… …проверяет. Да. Проверяет, чтобы вы ему что-то не написали. Вот. А даже если вы говорите, что от вас там ничего нет, да, и быть не может. Ох. Но это мало волнует девушку. Потому что уже было. Понимаете? Уже было. Что там? И она теперь опасается. Вообще это проявление неуверенности в себе. Человек просто неуверен в себе, человек неуверен в своих возможностях, в своих способностях, в своих, может быть, даже желаниях. Ну… То есть это вот тоже нужно понимать. А я поступила подло по отношению к ней. Нет. Почему вы подло по отношению к ней? Почему вы подло по отношению к ней? Опять, у вас идут какие-то обвинения, да, обвинения в свой адрес. Мужчина, он как бы пришел, он изъявил желание, вот, и вы не отказали. То есть это не его, не ваша ответственность, а его и ее. Потому что они не смогли, ну, нормально свои отношения построить. А вот почему вы себя обвиняете в том, что произошло? Это вот большой и очень интересный вопрос. Вы себя обвиняете, скорее всего, по той же причине, да, что и запрещали себе быть с женатыми мужчинами, вот. Это мое мнение. Мое мнение. Мне так это видно. Это вот этот вот принцип, да, который вы сами себе установили. Он дает о себе в нас. Вот таким образом. И он мешает вам, на самом деле. Он мешает вам. Это очевидно. Совершенно. Потому что, если бы вам это не мешало, я думаю, что все было бы куда более лучше. То есть, по крайней мере, вы были бы в гармонии с собой. Далее. Вы пишите обидно, что меня выставили в связи. Знаете, в чем здесь момент? Момент. Момент ведь такой, что всегда будет кто-то крайний. Люди просто свалили на вас свои проблемы. Но это не делает вас крайне фактически. Да, это неприятно. Безусловно. Но это очень неприятно. Но нужно понимать, что как бы это было не неприятно, вам. Тем не менее, к вам этого, это, точнее, отношения никакого не имеет. Абсолютно. Чем лучше вы это поймете, чем быстрее вы это поймете, тем лучше будет для вас. Да? Дальше идем. Так. Хочется все высказать. То есть им или ей. Но не знаю как. А зачем? Вот. Зачем вам все высказывать? Что это даст? Ну, вы немножечко, значит, забросите свое напряжение. Чуть-чуть. Солюти, негатив, да, немножко. И это не веществ в проблему вашу. А там нет. Понимаете? Какая штука. Вашу проблему это не решить. Потому что проблема не в этом, не в том, что нужно кому-то высказать, да? А проблема в том, что у вас есть обиды. Обиды про них продиктованные, ну, продиктованные вашими желаниями, может быть, страхами и так далее. Вот. Поэтому выскажите вы им что. Ох. Но, по большому счету, мало что изменит. Вы-то останетесь такой же. Вот. Вы-то останетесь той же, понимаете? Ох. Поэтому здесь нужно более глубже смотреть на проблему. Почему вы расстались с молодым человеком? Как вы восприняли то, что он сразу начал встречаться с другой, почти сразу и уехал? Не означает ли это, что его чувства к вам были, ну, не такими сильными, например? Почему вы весь год были одна? Скорее всего, вы не закончили эти отношения. Вот. Ну, твои отношения не закончили. Значит, это вам что-то мешало это сделать. И вот что мешало? Да? Какая привязка? Вот с этими нужно разбираться. Тогда и обид не будет, и потребности высказывать кому-либо что-либо тоже не будет. Понимаете? Ибо если мужчина так с вами расстается, потом пытается с вами встречаться, да еще в тайне о девушке, это говорит о его, ну, мягко говоря, мягко говоря, да? О его эгоитме. А, говоря грубо, это говорит о его неуважении к вам, о его потребительском отношении к вам. Знаете, какая штука? Польшая штука. Вот. Поэтому здесь нужно смотреть на ситуацию, да? Именно под каким углом. Именно под таким. Не под каким другом. Понятно? О чем идет лучше. Вы пока являетесь заложником обстоятельств, что случились с вами. Вот. Но все решаемо, все поправимо. Главное, чтобы вы представили себя из них. Вот. Разобрались, с чем связана обида. Потому что обида – это что? Это защитная реакция. Вы чего-то хотели, вы чего-то ожидали. Ожидали в определенной форме. Вот. Этого не получили. И у вас обидно все. Вот как он мог? Потому что, значит, поменять что-то, поменять что-то вам страшно. Любой человек будет пытаться защитить себя от перемен каких-либо. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.